Три дня побежден военный переворот в стране. Предсказывает здесь очень опасно, но если действительно будет предпринято какое-либо расследование независимой силы о том, что же на самом деле произошло в стране, то нельзя исключать и версию о том, что все происходящее было инсценировкой, тем более преступной, что инсценировка эта сталкивая, искапливая людей, пробуждая в них истерию и ненависть, привела в результате к пролитию крови. Но я полагаю, что эйфории будут общие и никакого расследования серьезного, по крайней мере, не будет. Итак, снова перечисляю пункты, которые многих и очень многих заставили усомниться в том, что это был действительно переворот, а не игра с заранее написанным сценарием и хэппи-эндом. Необъяснимая беспомощная и бездарная тактика заговорщиков. Удивительно легкая победа над загоровом и переворотом таких мощнейших структур, как КГБ и Советская Армия, всякое отсутствие арестов в первые часы переворота и колоссальные выгоды власти, которые она получила в результате победы над этим переворотом. Ну, самое светское и самое главное из новостей – это Конгресс соотечественников. В Таврическом дворце представители русского зарубежья, богатые и не очень, и просто бедные, объединенные одной бедой тем, что все они, по сути, являются эмигрантами. Их изгнали или вынудили уехать самые разные, так часто изменяющие друг друга системы России. Городские власти, вероятно, рассчитывают, как и всегда, на материальную помощь от них к городу, и посему прием в Таврическом торжественен и радушен. Сегодня же, судя по всему, последний день существования больших куч мусора на улицах, громко названных баррикадами. Уже окончательно понятно, что никто не придет, да и приходить не собирался, что мрачноватое всесоюзное шоу «Переворот» закончено. Так что кадры, в некотором смысле, слово «исторические». Сегодня же в БКЗ «Октябрьский» премьера балета «Реквием» Моцарта. Виртуозная, очень хладнокровная и сильная постановка. Если бы балет вызывал столь же сильный интерес, как три года назад, постановка могла бы стать событием не только для городской хроники. В Смольном соборе монтируется выставка «Дворянство в служении России». Все, вероятно, понятно из одного названия, экспозиция ему полностью соответствует. Открытие выставки 23 августа. И опять возвращаясь к той целью, серьезной теме последних дней, как «Переворот». Вероятно, стоит задуматься и не со злорадством, а действительно страшной участи тех, кто на местах, исключительно испонимаемой по-своему любви к родине и своих представлениях о ее благе, исполняя приказ, поддержал «Переворот». Не секрет, что в него оказались по принципу домино втянуты тысячи и десятки тысяч человек по всей стране. Не скрою, что уже в середине первого дня переворота, около 15 часов, часть из них удалось, малую часть удалось оповестить, что это, скорее всего, инсценировка. Иные не поверили, иные, поверив, продолжили свою работу в комиссиях по чрезвычайному положению. Есть, давайте откровенно, есть один взгляд на положение, сегодняшнее положение дел в стране. Это взгляд миллионов демократов. Но есть и другой взгляд других миллионов. И пока он не признан преступным, его, вероятно, тоже следует уважать и считаться с ним. Спасибо.